Ас-саламу алейкум, дорогие товарищи! Сегодня поговорим немножко о дагестанском этническом национализме. Сразу скажу, плохих народов нет. Есть народы более-менее обрусевшие, забывшие свои традиции, есть народы более консервативные, которые в какой-то степени сохранили свои традиции ввиду слабого влияния государства на них, так как были отдалены в ущельях, дальше в горах. Особой заинтересованности государства в них не было, поэтому они более-менее консервативны. Что хочешь сказать о национализме? В последнее время я часто сталкиваюсь с аварским национализмом. Сталкиваешься с лезвинистским, с кумыстским, но наиболее выражен аварский национализм. Почему? Потому что более поставленным, так профессиональным национализмом больше никто не занимается. Историки, какие-то политики, которые спонсируют этих историков, просто бессовестно себя ведут. Занимаются сбросами интернетом, каганат аварским. Товарищи, аварцы современные, и аварский каганат разные вещи. Те были тюрки, это горцы, коренные. Далее, что с русскими воевали турковарцы? Такого не было, товарищи. В первую очередь воевали равнинные кумыки, кайтахские даргинцы. На них приходился больше всего удар. И больше всего, наверное, воевал, сопротивлялся этому куму. В 1821 году их завоевали. Самые стратегические точки Россия завоевала в течение 30-40 лет. Завоевал Дагестан, притом произошел как восстание Шамиля. Это закономерная география. Ущелья, скалы, которые были недосягаемые, особо интереса не было, так как они вдали, там материальная культура слабая. До них Ермолов или там другим. Да, Хунзах покорился, Хунзах был союзником в России, самым главным. Восстание Шамиля – это отдельное движение, где участвовали все дагестанцы. Не нужно думать, что только аварцы воевали. Вот одно. Все нации дагестанские хороши. Я же говорю, кто-то обрусил, кто-то забыл религию. Мы должны, если видишь дагестанца другого, там отошедшего от конкретных целей, ошибающего, его надо поддержать, подсказать, наставить на прямой путь, а не критиковать, а говорить, я генетически уникальный, потому что моя нация крутая, а он, мол, такой, потому что он из такой-то нации. Это большое заблуждение, это большая ошибка. Эти истории, которые занимаются с этим муткой, если было бы реальное правительство Дагестана, заботясь о своем народе, этих людей арестовали бы, дали бы им пожизненные сроки. Этих людей надо изолировать от общества. Вся у нас вражда, вся разобщение из-за этих людей. Может, даже они и на ФСБ работают, я не знаю, на кого они работают, но они занимаются разъединением народа Дагестана, разобщением, сеют вражду, занимаются ложью. Советское поколение бесстрастных историков умерло, сейчас никого не остались, псевдоисторики, занимают должностные места, институт этнографии, археологии, здесь везде все оккупировали, пишут документы, везде ложные брусы. Одна нация, когда одна нация начинает национализмом явным заниматься, другие начинают на перегонки им идти. Если мы будем на перегонки заниматься национализмом, это ни к чему хорошим не приведет, товарищи. Это знание. Для того, чтобы понять, на каком языке разговоры дагестанцы, надо читать документы, письма средних веков дагестанцев. Они написаны на арабском, на персидском и на кумыкском языках. А так большинство народу языки друг друга знали, но в основном язык улиц Базарова, это был кумыкский, тюркский, золотоордынский, тюркский язык, кипчатского наречия, литература, дипломатия на арабском языке и частично письма. Дорогие товарищи, я не националисты, я за научную историю, я за то, чтобы каждый не делился на нации, друг друга поддерживал. Я за то, чтобы чародинец, как к брату своему относился к Лизгину, или к кумык, как к родному своему относился к Дорогенцу и так далее. Все мы чувствовали себя дагестанцами. Когда-то так и было. Но из-за этих псевдоисториков, которые кормят народ лживой, ядовитой информацией, происходит вся муть. Весь этот баллём происходит. Всех уважаю, всех люблю. Не поддавайтесь этим приятно. Знаете, это приятное чувство быть, осознавать себя частью великой какой-то арийской расы. Но работайте разумно, действуйте разумно. Будьте разумны, действуйте в соответствии с вашей религией, которая по сути своей является глобализмом. Глобализмом смешения всех народов, независимо от происхождения, от крови, от черноты, от белоты. С национализмом Ислам давно покончил. Сегодняшний национализм это остатки европейского национализма. Европейцы от этого отходят, но остальных они заражают, потому что это помогает им управлять этими народами. Вот, товарищи, я обращаюсь ко всем разумным. Будь то аварий, будь то коми, будь то лезгин, с национализмом внутри себя боритесь. Этих чертей на место сажайте. Из-за них мы слабые. Сегодня дагестанцы бесхозное, деградированное стадо, которое друг друга не уважают, испоганили все свои города. Не можем себе правителя выбрать. Из-за национальной разобщенности мы не можем себе президента выбрать. Мы не можем Москве ультиматум ставить, говорить, товарищи, мы так не хотим жить, работайте нормально. Мы не можем управлять своей политикой, потому что нам не управлять. Мы слабы, мы разобщены и деградированы. Из-за этой фашистской политики, которую продолжают сегодня эти лжеистории, я именно не буду называть, они и так известны. Так что будьте разумны, будьте рассудительны, будьте порядочны, друзья. Ассаламу алейкум. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok